Спасибо, что вы согласились поучаствовать в нашем мероприятии. Спасибо, что вы согласились поучаствовать в нашем мероприятии. Спасибо, что вы согласились поучаствовать в нашем мероприятии. У нас кого-то одного нет, как я понимаю, из команды. Кто-то начинает. Таисия, Мадина, Владислав. Мадина. Напишите ей, пожалуйста, если у вас есть связь. Да, 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 вы нам написали. Давайте я могу ее часть рассчитать на самом деле. Пожалуйста, если вы можете распределиться по-другому и начать, пожалуйста. Да, хорошо. Итак, международное сотрудничество в России с Индией в финансовой сфере в условиях санкций. Следующий слайд. А я могу сам переключать или только вы можете? Я думаю, вы тоже можете переключить. Все, спасибо. В целом, Индия с ее многочисленным населением и емким внутренним рынком является крайне перспективной страной для экономического сотрудничества. Россия для Индии, в свою очередь, может стать опорой для развития не только как источник природных ресурсов, нефть, газ, в том числе СПГ, утобрения, металлы, продовольствия, но и современных технологий и продуктов в различных сферах, в том числе финансовой. До 2022 года, и особенно в период пандемии COVID, уровень экономического сотрудничества между Россией и Индией был достаточно низким по сравнению с уровнем политических связей. Однако с 2022 года ситуация в двусторонних отношениях начала улучшаться. Это было вызвано структурным изменением на мировых рынках, связанных с геополитической ситуацией на международной арене. Итак, методы и данные, используемые в проекте. Гипотеза исследования состоит в том, что на фоне эрозии мирового либерального порядка, возглавляемого США, у России и Индии возрастает заинтересованность в укреплении сотрудничества в финансовой сфере, что обеспечивало бы основу для стабильного и поступательного развития двусторонних экономических отношений во всех других областях и способствовало бы формированию многополярного мира, который является наиболее желанной формой мироустройства для обеих стран. Итак, цель исследования – проанализировать основные сферы сотрудничества Москвы и Нью-Дели в период санкций. В работе применяется контент-анализ межгосударственных договоров и также сравнительно сопоставительный анализ для изучения опыта других стран в налаживании торгового сотрудничества с Индией. Метод научного прогнозирования применяется для проецирования дальнейших возможностей сотрудничества России и Индии. К источникам относятся новостные статьи, статистические данные по импорту и экспорту по странам, официальные документы государств, как, например, декларации о стратегическом партнерстве. Кроме того, были просмотрены материалы из новостных агентств о двустороннем сотрудничестве в банковской секторе и наращивании сотрудничества в цифровой сфере. Итак, переходя к истории сотрудничества России и Индии, стоит отметить, анализ русских и английских отношений стоит начать с небольшого исторического обзора. При сталинском режиме СССР был не очень заинтересован новым независимым государством Индия. Однако при Хрущеве Москва начала благосклонно относиться к Дели как к противовесу, к противостоянию с капиталистическими странами. Также в 1957 году на седании Совета безопасности ООН СССР выразил свою поддержку индийской стороне по вопросу Кашмира. И, кроме того, советское правительство не осудило создание и испытание ядерного оружия Индии. Впоследствии отношение сотрудничества начало укрепляться при появлении России. Можно сказать, что у российского правительства не было причин отказываться от присутствия и влияния в Индии, которые создавались за несколько десятилетий. И ухудшающиеся обстоятельства после окончания Холодной войны не позволили Москве усилить свое влияние на Нью-Дели. Итак, сейчас можно перейти на анализ банковского сектора и сотрудничество в нем. Таисия. Хотелось бы поговорить о развитии банковского сектора. Санкции ограничили Россию в банковской сфере, заблокировав доступ к международным платежным системам SWIFT. Крупнейшим российским банкам, таких как Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Банк Открытия, Совкомбанк, Банк России, Просвейсбанк и два других. В связи с тем, Россия начала налаживать сотрудничество с Индией в данном секторе. Индийские банки договариваются с российскими банками об упрощенных процессах взаимных расчетов. На данный момент уже три крупнейших банка России, Сбербанк, ВТБ, Экстром, открыли в общей сложности 9 торговых счетов в индийских финансовых институциях. Таким образом, индийские банки открыли у себя счета в рублях, в то время как российские банки открыли счета в рублях. Эта система поможет наладить бесперебойные торговые отношения в условиях экспонационных ограничений. Резервный банк Индии собирается выпустить циркуляр, который будет способствовать упрощенному достроенному взаимодействию России и Индии. Индийская сторона настроена на продвижение внешней торговли в рублях для поддержания национальных интересов. Резервный банк Индии обратился к национальным финансовым организациям с просьбой ввести дополнительные механизмы для экспортно-импортных операций в индийских рупиях и для сокращения долларовой зависимости ввиду активного роста мирового торгового сообщества к валюте Индии. Россия и Индия также могут использовать для двусторонних транзакций систему передачи финансовых сообщений российского австрального банка с целью расчетов в рублях и рупии. Согласно этой схеме, рубли будут размещаться в индийских банках, а после конвертироваться в рупии наоборот. Данный метод облегчит торговлю России и Индии и сократит зависимость стран от доллара США. Кроме того, Россия предложила сотрудничество национальных платежных систем двух стран, а именно платежных системы МИР и Unified Payment. Это представит возможность российским туристам расплачиваться картами системы МИР в Индии. Следует отметить, что сотрудничество между Россией и Индией в банковском секторе является ключевым фактором экономического роста и развития в обеих странах. Можно выдвинуть следующие рекомендации. Следует развивать отношения в сфере банкинга между Россией и Индией, привлекая новые банки к открытию счетов в Индии. Это поможет российским банковским пользователям совершать покупки на иностранных сайтах, пользоваться переводами и инвестициями за границу. Индийская сторона, в свою очередь, получит новый приток капитала. Дальше хотелось бы поговорить о торговле. Торговые экономические связи, которые никогда не были самой сильной стороной в индийско-советских отношениях после окончания Холодной войны, значительно сократились. Это связано с экономическими проблемами, с которыми столкнулась Россия в 90-х годах. Общий объем российских инвестиций в Индию с 2000 года по 2001 год составил 1,26 млрд долларов, в то время как объем инвестиций в США оценивается в 42 млрд долларов. Дискуссии о необходимости увеличения торгового оборота между Россией и Индией усилились после 2014 года, когда началась активная фаза антироссийских санкций. События СВО после февраля 2002 года усилили санкционное давление в сторону России, что стало стимулом к удвоению объема взаимной торговли. По данным Bloomberg, в 2022 году товарооборот России и Индии вырос почти на 130% и составил 17 млрд долларов. Причинами такого роста являются поставки нефти и удобрения со стороны России по заниженным ценам. Важным моментом двусторонних финансовых отношений стал переход на расчеты в национальных валютах в ноябре 2002 года. В условия антироссийских санкций Индия готова поставлять России необходимые запчасти для автомобилей, поездов и самолетов. Кроме того, обсуждалась торговля в областях ядерной энергетики и военно-технической торговли. Говоря о перспективе сотрудничества России и Индии, в 2023 году нельзя не отметить быстрорастущий дисбаланс между экспортом и импортом Индии. Экспорт для Индии из России превысил экспорт почти в 10 раз. Помимо нефти и удобрения, Россия экспортирует драгоценные металлы и изделия из них, в продукцию цветной металлогии, фармацевтической и химической промышленности, транспортные средства, алюминий и другие ценные металлы. С развитием партнерских отношений в торговле перспективными товарами на импорт из Индии могут стать специи, ткани, травяные сборы. Перспективными товарами для экспорта из России в Индию могут стать древесины, изделия из дерева, злаки и удобрения. Рекомендациями к сфере торговли являются наращивание торгового потенциала двух стран посредством увеличения объемов экспорта и импорта. Это поможет российскому рынку заменить ушедшие европейские и западные аналоги, а Индия также получит приток капитала и российские товары. Далее продолжит мой коллега про промышленный сектор. Коллеги, пять минут. Россия и Индия сотрудничают в различных областях, включая энергетику, металлургию, автостроение, судостроение и машиностроение. В настоящее время в условиях санкций обе страны активно развивают сотрудничество в промышленном секторе и наиболее значимым проектом в этих отраслях является строительство АЭС. В 2021 году российская компания «Росатом» и индийская компания «Национальная атомная корпорация Индия» подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике, которое предусматривает создание совместных предприятий по строительству и эксплуатации ядерных электространций в Индии. Дальше. В 2023 году состоялось второе заседание Российско-Индийского совместного координационного комитета по сооружению АЭС. Кроме того, существуют совместные проекты в области производства вертолетов, в соглашении между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения, которое было подписано в 2015 году. Согласно документу, вертолеты России совместно с... должны поставлять в Индию и производить там вертолеты К-226Т и модифицировать 200 единиц. В 2020 году было подписано соглашение между российской компанией «Металл Инвест» и индийской компанией «Компания ТАТА» о создании совместного предприятия по производству высокопрочной стали для автомобильной, машиностроительной и других отраслей. Кроме того, Москва и Нью-Дели подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год, что является еще одним примером укрепления отношений между двумя странами. Таким образом, по итогам 2022 года товарооборот с Индией увеличился 2,4 раза по сравнению с 2021 годом. Дальше. Следующая область сотрудничества — это технологический сектор. Финансовое сотрудничество России и Индии в технологическом секторе начало активно развиваться. С 2018 года был разработан план развития образовательного сектора. Россия и Индия продолжают сотрудничать в области образования и науки. В 2021 году стороны договорились продолжать усилия по развитию образовательных связей между университетами и учебными заведениями. И также в 2018 году было подписано соглашение Центра по обмену опытом в области научного и технического сотрудничества и организации научных конференций и семинаров. Развитие IT-сектора России и Индии являются лидерами в IT-отрасли и продолжают расширять свое сотрудничество в этой сфере. И президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2021 году подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества в цифровой сфере. Однако на данный момент проект не был реализован. Разработка космической технологии «Россия-Индия» продолжает сотрудничество в области космических исследований, которое началось более полувека назад. В 2022 году запланирован запуск первой совместной миссии исследования Луны, однако полет был перенесен и будет запущен 13 июня 2023 года. И стороны обсуждают не только поставки оборудования, но и его совместное производство. И в качестве заключения хочется сказать, что по итогам анализа можно сделать вывод, что Индия является перспективным партнером для России в текущих условиях антироссийского санкционного давления. Данное сотрудничество может способствовать преодолению долларовой зависимости во взаимных торговых расчетах и мировой торговле, наладить крупные торговые поставки, которые имеют потенциал, заменить европейские и западные аналоги. У российских банков появилась возможность перевести свои счета и в будущем предоставить возможность российским туристам расплачиваться в Индии картами МИР. Более того, развитие сотрудничества в технологическом секторе, а именно создание совместных IT-проектов и разработка нового ПО, предлагает преодоление западного влияния в технологической сфере. И в качестве рекомендации хочется сказать, что первая рекомендация касается торговой сферы. Наращивание торгового потенциала двух стран посредством увеличения объемов экспорта и импорта. Это поможет российскому рынку заменить ушедшие европейские и западные аналоги. Индия также получит приток капитала и российские товары. Дальше установление привык банковских связей. В России российские и индийские банки могут реализовать прямые банковские связи, что позволит обеспечить более эффективное и быстрое обслуживание клиентов в двух странах. Также можно создать специальный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса в обоих странах. Следующей рекомендацией является то, что Россия и Индия могут укрепить свои финансовые связи, используя цифровые технологии, такие как блокчейн и криптовалюты. Для этого необходимо разработать соответствующие нормативные и правовые основы, чтобы обеспечить безопасность и стабильность финансовой системы. И последняя рекомендация касается развития человеческого капитала. Индия и Россия могут укрепить свои финансовые связи, развивать человеческий капитал в области финансов. Для этого необходимо продолжать создавать специальные обучающие программы для молодых специалистов, которые будут работать в финансовой сфере, а также проводить обмен опытом между экспертами из обоих стран. На этом все. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Очень интересный доклад. Чуть-чуть по регламенту не уложились, может быть, минуты или полторы, но в целом достаточно содержательно получилось и достаточно сбалансировано. От себя, передавая слово уже эксперту, от себя добавлю, что, наверное, можно было бы усилить рекомендации, дать более развернутые рекомендации по конкретным, может быть, проектам, какие можно реализовывать, по конкретным ведомствам, какие ведомства между собой могут взаимодействовать, в каких сферах, какие компании не только финансовые, но и в других сферах ведения бизнеса и так далее. Мне кажется, рекомендации можно было бы более детализировать. Спасибо большое. Я передаю слово Александре, как нашему уважаемому эксперту. Александр, пожалуйста, вам слово. Вас не слышно? Нет, к сожалению, нету звука. Вот внизу надо щелкнуть левый угол. А вот? Нет, 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 нету. Слышно? Вот, сейчас замечательно, да, спасибо большое. Отлично, отлично. Спасибо большое, коллеги, за доклад. Я получил, на самом деле, большое удовольствие, слушая его. Получилось достаточно структурировано. Могу отметить, что не было каких-то явных ошибок, явных недочетов или каких-то очевидных повторений. То есть вся информация дана в хорошем, в качественном, в структурированном виде. Наверное, я не буду задавать каких-то вопросов, чтобы не тянуть наш достаточно ограниченный рекламент. Дам свои комментарии именно в формате отдельных рекомендаций для вас и моментов, на которые я бы хотела обратить внимание. Из положительного отмечу, помимо того, что все структурировано, то, что достаточно высокая актуальность доклада. Я понимаю, что доступ к самым последним нормативно-правовым документам, он не всегда простой, особенно в случае со странами мирового большинства, со странами Азии, к которым Индия относится. Тем не менее, вы справились с этой задачей хорошо. Даже такие последние новости, как, например, соглашение о сотрудничестве РУПЭЙ РУПЭЙ и системы МИР, вы упомянули за это большое спасибо. То, что в ближайшее время планируется запуск системы МИР в Индии, это правда, и это действительно важный пункт, который следует отметить. Но при этом, конечно, недочеты некоторые были. Если вы планируете заниматься этой темой последствий, наверное, стоит на них обратить внимание. И первое, самое такое существенное, что я не увидела в вашем докладе, это отсутствие какого-либо упоминания многостороннего сотрудничества и того, что оно может привнести в российско-индийские отношения. Потому что сейчас они не столько развиваются в двухстороннем формате, сколько в многостороннем, а именно в формате BRICS. И, к сожалению, в вашем докладе про BRICS либо я не заметила, либо ничего не сказано. Это, конечно, большое допущение, потому что BRICS, он способен выступить площадкой не просто для дискуссии, как это было ранее, но для непосредственно финансового, экономического, торгового сотрудничества. Вы упомянули, много сказали про расчеты в национальных валютах. Это правильно. Это действительно одно из ключевых направлений. Но сами по себе расчеты в национальных валютах, они не гарантируют полное исключение из-за вот этой системы финансовой институтов США и Европы. Чтобы полностью избежать участия этих институтов, этих банков в национальной торговле, в первую очередь необходимо создать какое-либо общее пространство для проведения оплат и переводов. И в этом может помочь только единая платежная система. И такая система создается сейчас активно, разрабатывается на базе BRICS. Это так называемая BRICS Pay. Вот я бы советовала упомянуть ее в вашем докладе, в вашей работе. Возможно, тогда бы она стала более актуальной, более такой практикоориентированной. И запуск этой системы, насколько я помню, планируется к 2025 году. То есть она еще на стадии разработки. Тем не менее, она уже находится на такой экспериментальной стадии. Поэтому, конечно, стоит упоминание. Что еще я хочу отметить? Это то, что касается вашей гипотезы. Конечно, мы понимаем, что в целом весь этот кризис либерального миропорядка, какой-то кризис США, он влияет на то, что Индия переориентирует свои связи. Но согласно последней международной стратегии индийской, которая нам доступна, мы, конечно, видим курс в первую очередь на мультиприсоединение Индии. То есть это означает, что Индия не собирается переориентировать окончательно свои связи или как-то исключительно активно их наращивать России или другими странами мирового большинства. Индия сохраняет баланс и будет, скорее всего, продолжать его сохранять. Будет балансировать между многосторонними организациями с участием России и Китая, такие как BRICS, и, с другой стороны, например, Quad совместно с США. То есть мы не можем в гипотезу поставить утверждение, даже какое-то ожидание того, что именно кризис либерального миропорядка повлияет на отношения России и Индии. Скорее, повлияет просто желание Индии диверсифицировать свои внешние связи, в том числе и на Россию. Ну и да, я согласна с комментарием Льва Марковича про то, что действительно маловато конкретных проектов, конкретных инициатив, дискуссионных площадок, компаний. Вот, например, в случае с, опять же, теми же расчетами в национальных валютах, есть интересный момент, что, да, Центральный банк Индии, он активно ратует за расчеты в национальных валютах с Россией. И соглашение действительно подписано, действительно уже действует. Но индийские компании исключительно, по большей части, против таких расчетов. Это есть свои причины. И вот, например, подобные кейсы интересные, было бы тоже здорово вставить, увидеть в этом докладе. И последний комментарий по поводу экспорта и импорта. Тут все, конечно, верно, все вы правильно отметили, ключевые тенденции названы. Но разве что могу добавить, что к перспективным товарам для импорта из Индии в Россию, которые вы перечисляли, и сама Индия относит также разного рода продукцию в сфере фармакологии и продовольственные товары. Это тоже нужно учитывать. А так, в целом, доклад замечательный. Спасибо вам большое за него. Александра, огромное спасибо за ваш такой емкий и содержательный комментарий. Просто разложили все по полочкам. Я думаю, что уважаемым докладчикам будет очень полезно учесть все ваши комментарии. Ценные рекомендации в дальнейшей их исследовательской работе и их дальнейшей экспертно-научной деятельности. Спасибо большое. Будем двигаться дальше. У нас на повестке дня еще два доклада и следующий доклад. Уважаемые коллеги, да, спасибо большое за доклад. На этом обсуждение вашего доклада. Мы завершаем, двигаемся дальше. Следующий доклад у нас. Международное сотрудничество России в финансовой сфере в условиях санкций Киевской, Китайской Народной Республики. И докладчиками у нас выступят сегодня Семенова Алина, Чемская, Светлана, Федорова и Екатерина. Уважаемые коллеги, вы готовы? Да. Да, вас не очень хорошо слышно. Все равно, вот я, по крайней мере, не очень хорошо вас слышу. Вот, вот сейчас слышу хорошо, да. Ну что, вы готовы? О, отлично. Вы готовы, пожалуйста, вам слово. 15 минут. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы представим вам доклад на тему международного сотрудничества России в финансовой сфере в условиях санкций. На примере кейса КНР. Так, и в первую очередь, конечно, хотелось сказать насчет цели и задачи, что является целью нашего доклада. В первую очередь, конечно, проанализировать нужное сотрудничество России в финансовой сфере в условиях санкций на примере КНР. А задачами является, конечно, проанализировать основные преимущества на достатке сотрудничества в отдельных сферах, выявить сильные стороны российско-китайского сотрудничества, выявить особенности данного экономического сотрудничества в таких сферах, как финансовый спектр, энергетика, межбанковское сотрудничество, инвестиции, транспорт и далее. А также сделать выводы и дать рекомендации для дальнейшего развития сотрудничества России и КНР. И, конечно, в первую очередь мы должны начать непосредственно с актуальности. В чем заключается актуальность? Как известно, сотрудничество России и Китая значительно расширилось за предыдущий год, 2022. Это случилось в связи с увеличением торговли, а также замещением части европейских товаров на российском рынке китайскими товарами. И, как по сообщению Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос в долларом выражении на 29,3% в сравнении с предыдущим годом. И составил более 190 миллионов миллиардов долларов. В то время также стоит отметить, что китайский экспорт товара в Россию тоже вырос на 12,8%, составив 7,6,1 миллиарда долларов. А импорт из России вырос на 43,4%, составив 114,1 миллиарда долларов. Таким образом, на долю России на данный момент по итогам 2022 года приходится около 3% совокупного товарооборота Китая со всеми странами. А в чем заключается особенность, что данный рост российско-китайской торговли? Он стал одним из главных событий 2022 года после введения жестких санкций Запада против РФ, которые были серьезно расширены после февраля 2022 года, как известно. И Россия поставила в КНР значительные объемы нефти и угля, и большей частью из этих объемов она должна была быть отправлена в западные страны, но в связи санкций со стороны Запада были к ненейности поставки европейских стран. Китайские компании, в свою очередь, резко нарастили экспортные поставки в Россию, воспользовавшись уходом с российского рынка многих западных компаний. И, как известно, Китай – это одна из крупнейших экономик мира, расстройство которых в текущих условиях является принципиально важным для России, чтобы избежать падения широкой номенклатуры товаров российского рынка. Более того, Китай также имеет множество собственных, независимых от иностранных финансовых институтов, например, платежная система UnionPay, опыт использования и внедрения которых может оказаться для России крайне полезным. Это в качестве примера можно показать, конечно, экспорт и импорт. Это непосредственно по данным взятым с ФТС России. Это, как мы увидим, 2022 год. А если дальше посмотреть, то видно, что товар оборота России в Китае вырос в Санкт-Петербурге 9,2 раза. Это по данным Главного таможенного управления Китая. Конечно, мы должны начать также с рабочей платежи. И в связи с политической ситуацией в мире, Россия оказалась ответственна до большинства своих первых партнеров на Западе. Поэтому можно говорить про возможность для более успешного взаимодействия России и Китая в экономической сфере. Про наличие возможностей для роста и увеличения доли взаиморасчетов национальных валютах, а также роста китайских инвестиций в российские проекты, особенно в энергетическом секторе и проектах на Дальнем Востоке. И теперь мы переходим впоследствии к методам и данным. Для изучения сотрудничества между Россией и Китаем были использованы данные методы, такие как контейнер-анализ международных договоров, метод описания данных, метод изучения сходств и различий, инвент-анализ, сравнительно-собстоятельный анализ, метод классификации прогноза, а также метод дедукции и индукции. А базой данных послужили непосредственно международные соглашения и договора, официальные документы государств, которые были взяты с официальных государственных сайтов в порталах Китая и России, и социалистические данные, а также исследования сайтов, посвященные данной тематике, как отечественных, так и зарубежных исследователей. Примеры мы покажем в конце, когда будет показана непосредственно сама библиография. И непосредственно мы переходим к теоретической основе. И здесь определенно присутствует именно структурный реализм, так как здесь четко прослеживается влияние факторов распределения силы, которые и определяют как раз внешнюю политику государств и их подходы к сотрудничеству между друг другом. Я передаю непосредственно слово моим коллегам. Сейчас бы хотелось рассказать про финансовый сектор. Но для начала стоит отметить, что сейчас отношения между Китаем и Россией находятся, как сами страны оценивают, на высшем уровне. Это подтверждается и визитом Синдзипини в Москву в марте 2022 года, где были подписаны несколько документов. И нас больше всего интересуют пункты, которые в них вошли, а именно это увеличение масштабов оптимизации структуры торговли, повышение уровня финансовой кооперации, то есть здесь представлено расширение практики использования национальных валют и продолжение взаимодействия и обмена опытом в этой области, а также укрепление всеоблемывающего партнерства в сфере энергетики, то есть содействия глобальному переходу. Что касается отдельного финансового сектора, особое внимание сейчас уделяется дедолларизации и договоренностям двух стран об использовании национальных валют во взаимных расчетах. Сейчас доля доллара в валютных структурах и при расчетах за поставки товаров и оказания услуг по внешним договорам с Китаем постепенно снижается. И на данный момент в России действует полномоченный банк по клирингу китайских юаней, а, например, на московской бирже все активнее ведутся торги в паре рубль-юань. Они даже опередили пару рубль-доллар. По данным Банка России, доля юаней во внешних торговых счетах по экспорту выросла до 16%, а по импорту до 23%. За последние несколько лет в России существенно возрос спрос также на китайскую национальную валюту. Например, как уже было сказано, повысился объем торгов на московской бирже в десятки раз. И обошел пару рубль-доллар. Контракты на юань-рубль входят в топ-5 контрактов срочного рынка, объемы которых составили 20 миллиардов рублей в день, а открытые позиции составили 20 миллиардов в день. Кроме того, в течение 2022 года набирали популярность практики выпуска облигаций в китайской валюте российскими предпринимателям. В том числе это относилось к таким крупным компаниям, как Роснефть, Русал и многие другие. Недавний визит в Синьцзиньпиня, как уже было сказано, оставил очень большое... Да, спасибо. Ознаменал новый виток сотрудничества. По итогам встречи были приняты два совместных заявлений, и в обоих документах поставлены задачи дальнейшей активизации кооперации финансовой отрасли. В частности, был сделан акцент на поддержке развития взаимодействия рейтинговых агентств и страховых организаций двух стран, а также в рамках существующего законодательства, а также обеспечения бесперебойности расчетов, то есть расширения использования национальных валют не только в двухсторонней торговле, но и в инвестициях, кредитовании и прочих торгово-экономических операциях. В настоящее время также и Россия, и Китай заинтересованы в расчетах за энергоносители в юанях и рублях. И теперь мы переходим как раз-таки к энергетике. Россия является одним из крупнейших экспортеров топлива на китайский рынок. Здесь нужно указать несколько проектов. И, например, что касается Силы Сибири. Первые трубопроводные поставки газа в Китай по газопроводу Силы Сибири начались в конце 2019 года. И уже в 2020 году, точнее, на момент 2022 года поставки газа из России в Китай достигли рекордного почти 15,5 миллиардов кубометров. В 2025 году планируется выйти на уже 38 миллиардов кубов. В начале 2022 года также Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали второй долгосрочный контракт на экспорт газа по дальному маршруту, суммарный объем который составляет 48 миллиардов кубометров ежегодно. Совместно с другими проектами планируется обеспечить и увеличить потоки до 50 миллиардов кубометров в год с учетом такого газопровода, как Союз Восток и Сила Сибири-2. Также уже в конце 2022 года Газпром и Китайская компания подписали соглашение о расчетах за поставки газа в национальных валютах. Что касается межбанковского сотрудничества, то здесь укрепляется инструктура двустороннего межбанковского взаимодействия и главным вопросом на данный момент является стыковка российской платформы SPFCS и также межбанковских платежей в юанях, СИПС. Поэтому на данный момент рассматривается этот вопрос. И также ряд российских банков присоединились в системе трансграничных межбанковских платежей в юанях. Также идет непрерывная работа по созданию центров транзакций в расчетах цифровой валюте и установлении международных правил контроля. Передаю слово своим коллегам. Спасибо большое. Что касается инвестиций, взаимных инвестиций России и Китая, то тут стоит выделить несколько моментов, которые оказывают существенное влияние. Дело в том, что доля прямых иностранных инвестиций с Китая в Россию составила всего лишь 2,23% от всех прямых инвестиций Китая за рубеж. При этом из них почти все шли именно из Гонконга, а не из материкового Китая. А на долю Китая приходится всего лишь 0,08% от всех прямых инвестиций из РФ. И это при том, что у нас довольно большой товарооборот с Китаем, о чем мы же говорили мои коллеги ранее. Вторая проблема, которая возникает в том моменте, когда мы говорим о взаимных инвестициях, это то, что до 2021 года преимущественно все инвестиции Китая в Россию были преимущественно сосредоточены на сырьевых секторах. И только с 2021 года как раз таки инвестиции начали рассредотачиваться по другим секторам, в частности на финансовую, страховую деятельность и на операции с недвижимостью. Что касается России, то Россия инвестирует в различные сферы Китая, в основном это машины и авиастроения, химическая промышленность и прочее. И, собственно говоря, сейчас как раз таки идет активное наращивание инвестиций в несырьевых секторах. И третья, достаточно сильная проблема, которая сейчас существует в сфере взаимного сотрудничества в плане инвестиций, это так называемая слабая конкуренция. Дело в том, что возможности малых и средних бизнесов на получение инвестиций именно в зарубежных планах. Российские компании малого и среднего бизнеса, им довольно тяжело относительно российских крупных компаний получить, допустим, китайские инвестиции и наоборот. Помимо такой проблемы, поскольку крупные бизнесы часто, что в России, что в Китае поддерживаются государством и имеют долю государственного капитала, помимо этой проблемы также существует проблема того, что крупные проекты с крупными компаниями часто освещаются в СМИ или имеют какую-либо другую информационную поддержку, тогда как малые проекты практически не освещаются в СМИ и не имеют никакой информационной поддержки, что также создает дополнительные проблемы для малых и средних бизнесов в поиске инвестиций. И следующая сфера, о которой хотелось бы поговорить, это транспорт, взаимное транспортное сотрудничество. И здесь хотелось бы указать несколько проектов. В первую очередь это проект «Ледовый шелковый путь», который запустился после подписания соглашения в 2017 году, начал он запускаться где-то в 2018 году, и в рамках него происходит строительство и реновация северных портов России, как раз-таки при активной поддержке Китая, поскольку «Ледовый шелковый путь» как раз-таки является одним из самых удобных товарных морских путей для Китая из Азии в Европу. Помимо этого у нас также в апреле 2023 года состоялась презентация нового сухопутного и морского транзитного коридора Китая, Монголия и Россия, в рамках которого задействованы как железнодорожные автомагистрали, так и, собственно говоря, порты. И еще один проект — это проект двух компаний, российской компании «Гокодела» и китайской компании «Шандунпорткроп». Они подписали соглашение о создании совместного логистического предприятия, который будет заниматься различной логистической поддержкой, в том числе поддержкой железных дорог, как производства вагонов и в целом организации. Это тоже как раз-таки один из новых проектов. Вот он был представлен в марте 2023 года. И, собственно говоря, есть сейчас основные проблемы в плане транспорта. Это в основном в плане автомобильного транспорта, поскольку некачественное дорожное покрытие и отсутствие инфраструктуры на пропускных пунктах приводят к тому, что значительно замедляется наша логистика между Россией и Китаем. В частности, например, кейс в Благовещенске, где пункт перехода с Хэйхэя, очень много на него жалоб и именно на инфраструктуру. В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что в последнее время Российское китайское сотрудничество набирает обороты. Санкции только способствуют его укреплению. И, конечно же, гипотеза об укреплении взаимного сотрудничества России и Китая в экономической сфере под санкциями подтвердилась. Как уже говорили мои коллеги, после визита господина СИИ в Москву были выделены ключевые направления сотрудничества, увеличение взаимных инвестиций, расширение финансовой кооперации, сотрудничество в области энергетики. И коротко мы, наверное, скажем несколько рекомендаций. Я передаю слово Екатерине. Да, спасибо большое. Итак, в первую очередь, конечно, стоит отметить, что необходимо продолжать развивать сотрудничество и производственную кооперацию в сферах автомобильной промышленности, как уже говорили мои коллеги, а также в других сегментах в сфере транспорта. Вторая рекомендация, конечно, продолжать поддерживать активное сотрудничество в сфере энергетики и стремиться развивать ее еще больше. Например, как в случае с проектами по строительству энергоблоков на двух китайских атомных электростанциях, Тяньваньска и Сюйдапу, а также развивать и увеличить поставки российских углеводородов и продовольств в Китай. Третье, это, конечно, стремиться поддержать существующую модель отношений в великих держав нового типа, так как она именно более всего соответствует современным международным реалям. В четвертых, это стремиться развивать возможности для российских компаний не только в сфере импорта, но и для производственной кооперации во многих сферах деятельности, включая производственную исследовательскую оконструкторскую и китайскую компанию. И здесь вот как раз возникает необходимость проведения совместных исследований и разработок последующей коммерцизации в России. Пятое, это ускорить переход на электронный товарообмен и документы наоборот для большей стабильности в торгово-экономических отношениях с Китаем. Шестое, это стремиться развивать инфраструктуру по ограниченных пунктам и увеличить их пропускную способность, особенно в части грузового транспорта. Седьмое, это, конечно, стремиться больше поддерживать взаимные инвестиции России и Китая среди компаний среднего малобизнеса, как уже говорили мои коллеги, и оказывать им любую поддержку, в том числе информационную. Это можно сосредоточить, например, через посредство создания единой электронной информационной платформы для российских и китайских компаний, с помощью которой небольшие проекты смогут найти себе инвесторов. Восьмое, это стремиться развивать взаимные инвестиции в несеревых секторах, таких как производство, давлений, миск, чеса, фасмас, энергооборудование и так далее. Девятое, это продолжать дальнейшее развитие российского и китайского экспортовых услуг. В первую очередь, информационных, финансовых и туристических. И десятое, наконец, это необходимость продолжать развитие существующих способов доставки из центральных регионов России и Западной Сибири в провинции Центрального и Западного Китая. В настоящий момент идет создание инфраструктуры для новых железнодородных маршрутов и доставки еще и в Казахстан. И привлекательность реализации локсевного мужского пути, как часть ледовитого шелкового пути, как уже говорили мои коллеги, то есть необходимость его сопряжения с действующими слухопутными маршрутами Евразии открывает очень большое пространство для сотрудничества между Россией и Китаем в ближайшие 10 лет. Дальше можно будет увидеть литературу. Спасибо большое. Время. Да, вот тебе большое. И спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Выбились из регламента минуты на четыре. Тем не менее, позвольте сказать несколько слов предварительно. Мне кажется, достаточно интересные отдельные эпизоды и анализы, связанные и с логистикой, и с транспортом, и с энергетикой, и с финансовой сферой. В плане небольшой критики надо более аккуратно использовать и озвучивать ту статистику, которая представлена у вас на слайдах, более нюансированная работа с данными. Если вы приводите какие-то цифры, то, пожалуйста, точно указывайте. Пара юаня-рубль стала, превысила, ну, примерно у вас бы прозвучало, превысила торговлю в паре рубль-доллар. Надо обязательно сказать, за какой период, когда это произошло, в каких объемах. В объемах торговли, в, может быть, в показателях ликвидности, может быть, в объемах заявок и исполненных заявок и так далее. То есть надо четко всегда использовать ваши данные, вашу империку. Некоторые сложности были с презентацией. Самое спасибо, презентация очень хорошая, мне понравилась она с данными, с визуализацией. Но вот просто надо четко распределить роли в команде, кто отвечает, например, за переключение слайдов, чтобы не было такого, что человек рассказывает про один раздел, а на слайдах другой раздел вашей презентации. Ну и немного замедлились, еще раз подчеркну, немного выбились из регламента. У меня на самом деле все, и я с удовольствием передаю слово Александре, и с удовольствием сам хотел бы послушать ее, потому что Александра у нас один из главных экспертов по Китаю. Спасибо большое за такое лестное представление, очень приятно. Ну да, хочу тоже отметить, что доклад в целом мне понравился. Наверное, самое главное преимущество — это большое количество конкретных кейсов, чего как раз-таки не было в предыдущем докладе по Индии. То есть отметили и кейсы про подключение российских банков к китайской системе перевода в CIPS, про слияние CIPS с российской SPFS, про кейс CNPC сказали, отдельные кейсы из сферы логистики и сферы приграничного сотрудничества. Это все замечательно. Я уже даже готовилась добавить комментарии про как раз-таки слияние CIPS, а вы уже как бы меня опередили и сами это все добавили в презентацию. Здесь молодцы, конечно. Наверное, что хочется сказать, это первое по поводу источников. Я вижу у вас в списке только российские источники. Это, конечно, допустимо, но хотелось бы, чтобы те же, например, данные по расчетам в национальных валютах, вы упоминали про процент, про долю расчета в юанях. Я не очень поняла эту статистику, тоже хотела бы узнать, откуда, во-первых, она взята, на что вы ориентировались, когда эти данные указывали, и всегда в случае с российско-китайскими торговыми отношениями лучше приводить статистику, которую приводит наш ЦБ, например, и статистику, которую приводят китайцы, потому что часто там есть серьезный гэп, и вот туда я вижу больше источников. Ну, сейчас уже не буду смотреть, потом, может быть, не ответите. Ну да, тут тоже я вижу российские в основном, конечно, или даже вот англоязычные. Ну, хорошо. В любом случае, просто я советую на будущее при любых исследованиях в отношении российско-китайских ПИ, российско-китайской торговли, одну статистику взяли из российских источников, одну из китайских сравнили, и сказали, почему вот этот гэп случился, какие могут быть причины для этого. Опять же, тоже упущение ничего про многостороннее сотрудничество. К сожалению, сейчас такова обстановка в мире, что мы не можем анализировать двухсторонние отношения без того, чтобы уделить немножко внимания многосторонке. Конечно, российские и российские отношения не могут развиваться без тоже включенности этих стран в многосторонний диалог. Тут БРИКС, уже упомянутому ШОС, присоединяется. ШОС уже давно не исключительно организация, направленная на безопасность. Это уже многофункциональная организация. Финансовые вопросы очень активно там развиваются. Успехи, конечно, бывают сомнительные, но упомянуть, что такие инициативы есть, тоже, конечно, нужно. И вот про национальные валюты. Это, наверное, ключевая тема сегодняшнего разговора. Это очень важно для сотрудничества в условиях санкций. Опять же, тут вы правильно сказали, что российско-китайские обмены в национальных валютах, они такие, можно сказать, образцовые модели представляют, благодаря всем этим кейсам. Ну, конечно же, опять же, здесь невозможно полностью избежать влияния западных стран без той самой единой площадки, без, как я уже говорила, например, того же самого BricsPay. Китайская UnionPay очень активно в этой инициативе участвует, поэтому тоже было бы интересно это добавить. Единая платежная система должна стать одной из ключевых таких направлений в вашей работе по подобной теме. Что еще добавить можно? Это, конечно же, не только ШОС-БРИКС, это еще и ЕАЭС. У Китая с Россией сейчас готовятся разного рода преференциальные соглашения в этой сфере, которые тоже повлияют на торговлю, на взаимные объемы торговли, на способы избегания санкций. Тоже обратите на это внимание, почитайте про эти соглашения. В рамках ЕАЭС Россия и Китая, я думаю, будет полезно. Мне кажется, что было бы еще интересно добавить что-то про способы обхода санкций, которые используют Россия и Китай. Таких кейсов на самом деле довольно много, они довольно интересные. Ну, самое главное, наверное, сфера, в которой это актуально, это информационные технологии. Тут тоже ничего не было сказано, но я считаю, что все-таки следует и это направление поисследовать. Здесь такой интересный парадокс сформируется, что Россия ожидала, что Китай заполнит нишу, опустевшую нишу информационно-телекоммуникационных технологий. Китай этого не делает, как мы знаем, по причине страха перед царичными санкциями, так как рынок Китая сильно зависит от американских полупроводников. Но при этом, причем парадокс в том, чем дальше идет развитие наших двухсторонних и многосторонних отношений, тем больше компаний все-таки начинают ориентироваться на Россию. Они уже не боятся попадания под американские санкции, они попадают под американские санкции и полностью переориентируются на Россию. То есть таких кейсов много, можно их тоже добавить. И вообще России следует... Ну, не то, что следует, но, возможно, было бы интересно составить какой-то такой список, как бы сказать, не то, что неликвидных, а список отверженных таких китайских компаний и сотрудничать с ними. То есть там нужно сотрудничать не с компаниями, которые все еще опасаются американских санкций, а с компаниями, которые уже отказались от этих американских поставок, которые полностью на самообеспечении находятся, и сотрудничать непосредственно с ними. Иначе наши финансовые и цифровые отношения будут проседать. Что еще? Приграничное сотрудничество. Да, ключевой кейс. Спасибо большое, что вы уделили этому много внимания. Это одно из приоритетных направлений для развития российско-китайского сотрудничества. Здесь самое главное, это, во-первых, повышение осведомленности двухсторонней о нормативно-правовой базе двух стран, о способах поиска контрагентов и так далее. И, конечно, транспортно-логистический. Сильная, серьезнейшая проблема не только с погранпереходами, как вы сказали, но и, в принципе, со всей транспортной инфраструктурой Дальнего Востока, Западной Сибири. Это и сильная нехватка мощностей у железных дорог, и проблема с мостами. Вот вы упоминали кейс Благовещенск-Хэй-Хэ, и этот мост злосчастный, который миллион лет строился. Это все нужно помещать в раздел проблемы. Я бы тут вообще на самом деле добавила к такому докладу что-то вроде пункта limitations, и вот указан как-то, ну, трудности, проблемы, преграды для развития двухсторонних отношений. И вот там и про финансы, и про острых вторичных санкций, про все эти моменты с прикраничным сотрудничеством, вы описала. Мне очень понравился пункт про создание единой информационной платформы. Даже на уровне Минэкономразвития такие разговоры идут, что-то там подобное создавалось, но все еще недостаточно, недостаточно локализировано для Китая. Было бы здорово, если бы это направление развивалось, потому что российские предприниматели, да и китайские тоже совершенно не имеют способности искать информацию о китайских контрагентах. И вообще для любого китайской информации искать, китайский интернет очень закрытый. Здорово будет, если какие-то эксперты, если наши госкорпорации или министерства создадут все-таки в итоге подобную платформу. Ну, наверное, это все, что я хотела сказать. В целом, мне очень понравился доклад, большое количество кейсов, большое количество источников. Наверное, вот я бы добавила лимитейшнс, и я бы добавила больше все-таки ссылок на китайские ресурсы. Этого, возможно, мне не хватило. А так, большое вам спасибо. Александра, спасибо огромное. У вас получился, по-моему, отдельный полноценный доклад с дополнениями, с рекомендациями, как нужно не только проводить экспертную работу, а как вообще нужно двигать российско-китайские отношения вперед. Спасибо огромное. Мне на самом деле было очень интересно послушать вас. Я прямо себе сделал пометки по основным пунктам. Огромное спасибо. Коллеги, если у вас есть докладчики, если у вас есть какие-то вопросы, тоже комментарии, пожалуйста, вам был вопрос по источникам, я думаю, вы продемонстрировали, какие основные источники, вы можете дополнить. Коллеги, докладчики. Да, здесь, наверное, немного мы использовали в основном русскоязычные источники, в следующий раз будем упираться для более полной картинной и использовать китайские источники, потому что в основном, да, был, правда, делан акцент на российских. Я могу сказать насчет данных по таможенному управлению, которое непосредственно само Китая, то есть там не всегда можно достать информацию, то есть мы натыкались больше на прошедшие года, то есть не тот год, который нас интересовал, то есть до 20-го и было очень сложно найти нормальную информацию. А вот, конечно, 20-19-е года это тоже интересно, но не совсем относилось прямо к нашему. Хорошо, спасибо большое. Еще? Еще комментарии? Да, касательно данных по инвестициям тоже это данные были, ну, точнее просто, это были данные за 21-й год, российские данные, да. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, да, ну, доклад получился интересный, сбалансированный, работа удалась, мне кажется. Спасибо большое. Будем двигаться дальше. У нас еще один доклад сегодня. Еще хотелось извиниться, что правильно нашли проблемы с переключением слайда, просто немножко подвисал интернет. Да, 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 ну, командная работа, надо, чтобы кто-то был ответственный и не было такого, чтобы несколько человек переключали. Хорошо, спасибо большое. Благодарю за доклад. Двигаемся дальше. Следующий доклад у нас. Российско-Иранское финансово-экономическое сотрудничество в условиях санкций. Также у нас три докладчика. Набиев Кусравхон, если правильно, прошу прощения, все равно есть нашли. Все правильно. Альшанская Ирина, Шмакова Екатерина. Уважаемые коллеги, пожалуйста, если вы готовы, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Плохо слышно, коллеги, плохо слышно. А сейчас? Вот сейчас лучше, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые эксперты. Мы сегодня будем выступать по теме российско-иранское финансово-экономическое сотрудничество в условиях санкций. В отличие от предыдущих двух важных торговых партнеров в России, как Индия и Китай, Иран долгое время уже находятся под масштабными санкциями. Это значит, что данному торгово-экономическому партнеру нет необходимости оглядываться на западные страны и учитывать угрозу вторичных санкций при развитии сотрудничества с Россией. Данный факт создает большие возможности для сторон и в то же время создает определенные сложности, особенно при расчетах. Начнем с инвестиционного сотрудничества. По итогам 2022 года, как утверждает министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи, Россия впервые стала крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Иран. Долгие годы эту позицию занимал Китай. Прямые иностранные инвестиции из России составили 2,7 миллиардов долларов США. Это более чем две трети от общего объема прямых иностранных инвестиций в Иран в целом. Такая ситуация была бы маловероятна без санкционного давления на Россию после февраля 2022 года, так как во многом из-за угроз вторичных санкций Россия вела себя более осторожно в отношениях с Ираном. Примечательно то, что кроме сферы энергетики, о котором расскажут чуть позже, в которую Россия традиционно активно вкладывалась, увеличились инвестиции транспортно-логистическую инфраструктуру Ирана. В начале 2023 года между странами заключено прорывное соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в рамках транспортного коридора Север-Юг. Данный участок проекта должен будет соединить действующие трансграничные железнодорожные системы России, Азербайджана и Ирана и, наконец, завершить практически сухопутную часть международного транспортного коридора. В прошлом году в более ускоренном темпе продолжалось развитие Астраханского порта, где иранский бизнес является крупнейшим иностранным инвестором. Ранее контрольный пакет акций Астраханского порта был приобретен иранской государственной судоходной компанией. Повышение активности связано с ожиданиями роста товароборота между странами опять же в условиях санкции. Кроме таких крупных направлений, как энергетика и транспортная инфраструктура, активно развивается инвестиционное сотрудничество между странами в сферах легкой промышленности в основном это одежда, фармакологии, сельского хозяйства и горнодобивающей промышленности. В прошлом году существенно активизировались контакты между частными предприятиями стран, которые занимаются развитием вышеперечисленных сфер. Например, в России за прошлый год уже открыто более чем 20 мелких и средних иранских предприятий, занимающихся мелкой промышленностью, легкой промышленностью, в основном это продажа одежды. Условия ужесточения санкций был заложен также в фундамент сотрудничества в вышеперечисленных сферах в результате интенсификации бизнес-общения и ожидается серьезный прорыв в этих направлениях. только за прошлый год уже было проведено более пяти крупных деловых мероприятий в основном в рамках Российского Союза промышленников и предпринимателей, где были заключены контракты на сумму более чем на 10 миллиардов между частными предприятиями России и Ирана. Передаю слово коллегам. Спасибо. Теперь перейдем к межбанковскому сотрудничеству. Иран был отключен от системы SWIFT в 2018 году. Крупные российские банки, такие как Сбер, ВДБ, Росельхозбанк, Банкокрытий и другие, в результате введенных в 2022 году санкций также не могут использовать SWIFT для международных переводов. Из-за этих ограничений с целью создания альтернативных каналов проведения платежей в январе 2023 года было подписано соглашение о работе по упрощению финансовых банковских операций. И по словам главы иранского Центробанка система передачи финансовых сообщений ЦБ Российской Федерации объединилась с СИПАМ System for Electronic Payments Messaging ЦБ Ирана. Таким образом страны рассчитывают использовать национальные валюты рубль и реал во взаимных расчетах. Однако существуют и другие альтернативы. Так, Китай, как важный торговый партнер обеих стран продвигает использование юаня в расчетах между РФ и Ираном. Китайская валюта является более удобной и универсальной при дальнейшем ее использовании в платежах с другими странами. Другим важным направлением финансового сотрудничества является также перспектива скорого запуска системы МИР в Иране. Центральные банки обеих стран уже активно работают над этим, и это может создать благоприятные условия для российских предприятий, которые захотят вести бизнес в Иране, и также позитивно скажется на развитие двустороннего туризма. И затронем военно-техническое сотрудничество, так как не все данные об этом виде сотрудничества находятся в открытом доступе, невозможно обозреть все способы взаимодействия в этой сфере. до 2022 года Иран находился под санкциями ООН, запрещающими любые поставки в Иран товаров военного или двеного назначения, которые могли бы быть использованы для ядерных программ. Это сильно сдерживало Россию от сотрудничества с Ираном, и, например, в 2010 году Россия проясновила процесс поставки в Иран систем ПВО С-300. Однако завершение режима эмбарго и усиление антироссийских санкций создают большие возможности для развития двустороннего сотрудничества в сфере ВПК. Так недавно завершился процесс поставки истребителей Су-35 в Иран. Передаю слово коллегам. Спасибо. Торгово-экономический обмен и зона свободной торговли ЕАЭС с Ираном. Временное соглашение ЕАЭС и Ирана заключается в снижении или даже устранении торговых барьеров. Иран снизил пошлины на ввоз сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также на электроэнергию для стран Союза. Пошлины на сельское хозяйство были снижены с 32,2% до 13,2%, а на промышленные товары с 22,4% до 15,4%. ЕАЭС снизил пошлины для иранских сельскохозяйственных товаров на 5%, для промышленных товаров на 3,3%. Соглашение является перспективным и выгодным для обеих сторон. Так, товарооборот вырос с 2017 по 2018 годы, однако в 2019 году ввиду наложенных США санкций против Ирана наблюдается резкий спад экспорта и импорта. Но уже с 2020 года фиксируется положительная динамика. Оборот ЕАЭС с Ираном в 2021 году составил 5 с лишним миллиардов долларов США, увеличившись на 73,5% по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт вырос в 2,1 раза, а импорт на 28,8%. Следующий слайд, пожалуйста. Сотрудничество в энергетической сфере. Россия и Иран являются одними из крупнейших производителей нефти в мире, а также обладают огромными запасами газа. Отмен энергоносителями позволяет обеим странам получить выгоду от экспорта и импорта ресурсов, так как появляется возможность своповых операций, то есть маркировки иранской нефти под российскую и наоборот. В долгосрочной перспективе Иран и ЕАЭС могут развивать транспортные проекты и энергоресурсные контракты. Особое значение имеет проект международного транспортного коридора Север-Юг, который значительно сокращает логистический маршрут, а значит транспортные расходы. Значимыми проектами является строительство АЭС Бушер, объединение и расширение пропускной способности линии электропередачи, а также разработка иранских нефтяных и газовых месторождений. Иран рассматривает предстоящее открытие транспортных и энергетических маршрутов в России. АЭС Бушер была построена совместно и запущена в 2011 году. Она является важным источником электроэнергии для Ирана, способствует развитию энергетического сектора страны и сокращению зависимости от ископаемых видов топлива. Однако на строительство станции были наложены санкции со стороны США и Европейского Союза. После заключения соглашения о ядерной программе Ирана в 2015 санкции были сняты и строительство АЭС Бушери продолжилось. Однако в 2018 году антииранские санкции возобновились. перейдем к непосредственно к рекомендации. Как уже было выше сказано, одним из прерывных направлений и новых относительно новых направлений в российско-иранском сотрудничестве стало инвестиции в транспортную инфраструктуру. Необходимо понимать, что коридор север-юг приобретает для России все больше стратегическое значение, потому что, во-первых, это поворот на восток в более ускоренном темпе, во-вторых, это то, что тихоокеанские маршруты теперь стали менее безопасными из-за возможного военно-политического кризиса в этом направлении, и в-третьих, как мы знаем, в последнее время резко усилилось давление со стороны западных стран на центрально-азианские страны в плане сотрудничества с Россией. На данный момент российские инвестиции в основном затрагивают только сухопутную инфраструктуру, однако проблемным здесь также является развитие глубоководной морской инфраструктуры в Иране, в Индийском океане. Российским компаниям целесообразно было бы принять активное участие в развитии порта Чебахар, которым большинство иностранных инвесторов уже отказалось от данного проекта в 2018 году из-за угроз санкций, в первую очередь это Индия. Во-вторых, важно обеспечить развитие делового сотрудничества между частными секторами России и Ирана, потому что только отношения, которые развиваются по рыночному принципу, а не из-за системных факторов, могут быть реально долгосрочными. Для этого правительства необходимо продолжить договариваться о послаблениях для введения бизнеса, как было в прошлом году, касаемо визовых послаблений, например, а также продолжить практику организации совместных деловых мероприятий для развития делового общения между частными предприятиями двух государств. В-третьих, России важно рассмотреть возможность перенятия опыта Ирана, развить опыт развития Ирана в условиях санкционного давления и адаптации к нему, так как Иран уже долгое время находится по санкциями, что означает, что страна уже ощутила на себе отложенные эффекты ограничений. В-четвертых, в расчетах целесообразно использовать юань, и к тому же стремление нарастить долю юаня в торговле со странами Латинской Америки, Азии, Африки, уже было заявлено президентом на российско-китайском саммите в 2023 году. Однако, важно диверсифицировать способы расчета в избежание чрезмерной зависимости от одной валюты. У сторон уже есть опыт барданных расчетов, есть стремление перейти к расчетам в национальных валютах рубль-реал. В-пятых, следует развивать альтернативный свифт платежной системы, что позволит хеджировать риски на случай ужесточения санкционного давления как против РФ, так и против Ирана. Данное направление также создает возможности для российских банков, которые отключены от свифта или находятся под угрозой введения ограничительных мер. Говоря о зоне свободной торговли, имеет смысл выработать четкий план действий и осуществлять тесное взаимодействие с властями Ирана с целью заключения полноформатного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. Важно рассмотреть возможность упрощения условий участия российских нефтегазовых компаний в проектах на территории Ирана, что позволит иранской стороне успешно реализовать нефтегазовый потенциал страны и получить доступ к российским технологиям в этой сфере. В заключении Россия в целом целесообразно устраивать долгосрочные отношения с Ираном независимо от конъюнктуры то есть санкционного удаления на обе страны. Этот фактор должен стать толчком к развитию отношений однако не быть определяющим и позиционирование Российской Федерации как надежного партнера создаст позитивный образ для Ирана который в свою очередь также сфокусируется на развитии долгосрочных отношений долгосрочного партнерства а не конъюнктурного это позволит обеим странам приобрести торгового и стратегического партнера в лице друг друга спасибо за внимание мы готовы выслушать ваши комментарии и предложения спасибо большое уважаемые коллеги благодарю во первых за то что вы четко выдержали регламент уложились во время молодцы репетировали готовились это очень хорошо презентация презентация информативно структурирована с визуализацией что безусловно является сильной стороной вашего выступления приводятся различные статистические данные подтверждающие актуальность вашей темы иллюстрирующие основные тенденции спасибо большое мне очень понравилось на самом деле серьезных вопросов у меня к вам нету я думаю у Александра есть комментарии к вашему выступлению спасибо спасибо большое коллеги очень понравилась ваша визуализация классно сделали по поводу презентации да все отлично наверное только в конце не хватает может быть источников не знаю насколько это входило в требования к сегодняшнему выступлению но мне кажется всегда как-то более гармонично выглядит презентация которая заканчивается все-таки вашими первичными вторичными источниками на которые вы ориентируетесь чтобы доказать вашу точку зрения конечно в случае с Ираном моя экспертность наверное немножко ниже чем с Китаем или даже с Индией но несколько комментариев все равно готовы вам дать во-первых опять же сегодня у меня прямо на языке этот БРИКС конечно Иран БРИКС не входит но подал заявку на вступление и более того тот самый БРИКС Пэй который я упоминала он включает в себя в том числе Иран и иранскую подвижную систему ШИТАП она тоже предполагается будет объединена с китайским Юнион Пэй с индийской РУПэй российской системой МИР получается только у только у ЮАР не хватает платежной системы чтобы все страны БРИКС объединить но Иран так прошу прощения да все хорошо Иран тоже планирует в этом участвовать и это позволит как раз таки действительно вывести на новый уровень систему тех самых расчетов в национальных валютах в том числе чтобы не делать это только с помощью ЮАНи а все-таки переходить в национальные валюты непосредственно стран участвующих в этой торговле что еще я отметила вот то что я считаю все-таки просчетом наверное доклада так небольшим небольшим просчетом это Хавала почему-то не упомянули про Хавалу ведь Хавала та самая такая теневая система финансовых расчетов которая появилась в Иране которая в Иране очень активно используется она является одним из не то чтобы ключевых но очень важным направлением очень важной возможностью которую Россия и Иран планируют использовать для взаимных финансовых и торговых расчетов даже наш президент упоминал о возможности внедрения Хавалы в Россию и как бы утверждал что многие уже пользуются не знаю на сколько многие пользуются так как это теневая система это невозможно просчитать объективно но то что Хавала присутствует в наших двухсторонних финансовых и торговых соглашениях это факт и скорее всего ее присутствие будет увеличиваться насколько я могу судить со своей точки зрения ориентируясь на свои здания это так это факт вот про Хавалу хотелось бы тоже услышать в такой системе и вот плавно перетекая от Хавалы к еще одному комментарию это то что конечно существует такая линия такие дебаты когда мы говорим про Россию и Иран про финансовое сотрудничество Иран это не только объект для нашего финансового взаимодействия это еще и источник информации по жизни под санкциями источник информации для России по обходу этих самых санкций Иран уже испытывает этот опыт много лет которым сталкивается сейчас Россия тоже было бы интересно об этом порассуждать о том что Россия может перенять у Ирана что уже перенимает вот про Хавалу мы уже сказали там еще очень много разных кейсов это и так называемое гражданство за инвестиции когда граждане Ирана покупают себе гражданство в небольших развивающихся странах учреждают там компании проводят через эти компании все расчеты двухсторонние с другими странами это и нефть за инвестиции когда создаются специальные банки в том числе с Китаем двухсторонней торговли это и так называемая тайная финансовая система Ирана когда когда уже банки создают компании в других странах которые представляют интерес Ирана но тайно завуалировано и через эти банки через эти компании проводят все свои финансовые расчеты конечно я не эксперт в этом это вот то что я знаю если эту тему покопать если побольше всего интересного там найти и рассказать я думаю это бы качественно улучшило ваш доклад да да вот и бартеры вы упоминали и контрабанду все эти способы Россия в том числе черпает у Ирана вот это нужно упомянуть что это не просто как существующие схемы торговли это еще и опыт который Россия готова для себя использовать ну по поводу тхвалы да это операции которые совершенно невидимы для властей и ну об этом конечно нужно было упомянуть в вашем докладе вот наверное это все что я могу сказать спасибо вам еще раз большое Александра спасибо огромное мне кажется все таки ваша экспертиза на Иран тоже распространяется по крайней мере комментарии комментарии очень содержательные глубокие благодарю единственное сделаю такую пометку звездочку на нашем мероприятии все рекомендации и мнения исключительно носят экспертный исследовательский научный характер и не являются каким-либо способом да или рекомендацией по обходу с акций так что мы исключительно в экспертной аналитической плоскости это все рассматриваем вот дорогие друзья спасибо большое очень интересно может быть уважаемых докладчиков докладчиц и докладчиков есть комментарии к экспертному мнению уточнения какие-то да пожалуйста в первую очередь большое спасибо за комментарий действительно на самом деле довольно сложная многогранная тема так как Иран несколько десятилетий находится под сакциями и приобрел такой опыт об этом упоминали вроде в докладе что важно принять опыт насчет хвалы мы честно говоря нашли информацию об этой системе но в то же время довольно много и так скажем неблагоприятная информация об этой системе что эта система используется для так скажем контрабанды и запрещенных средств оружия ну понятное дело решили это также не упомянуть в основном как мы поняли эта система распространена на Ближнем Востоке с Ираком с Сирией преимущественно и с Турцией и в то же время и с Китаем и с Китаем да есть такое поэтому решили на всякий случай это не упоминать но мы конечно же во время исследования мы нашли информацию про хабалу что касается щитап да к сожалению это тоже не написали в презентации спасибо за дополнение в январе когда стороны подписали соглашение о межбанковском сообщении об общении там есть там прямо сказано о сопряжении российской системы МИР и иранской системы щитап постепенно будет создана какая-то единая система для упрощения финансового обмена ну и также действительно про создание отдельных предприятий в других странах с отдельными щитами преимущественно более половины из объема товар-оборота таким способом Ирана это в основном через Турцию мы тоже нашли подобную информацию но опять же тема многогранная довольно сложная и не утово всю информацию вести доклад но мы конечно очень благодарны за все эти комментарии спасибо большое за ваш ответ мне очень нравится ваша такая осторожная дипломатичная позиция я прекрасно ее понимаю я услышала что вы все это знаете просто не упомянули я ценю что вы ответили спасибо спасибо что очень интересное обсуждение если у нас есть еще несколько минут если у других участников нашей дискуссии есть какие-то вопросы комментарии может быть и у внешних слушателей то мы готовы предоставить возможность их озвучить если у вас есть возможность голоса вы можете голосом задать вопросы или озвучить комментарий или писать чат по этому докладу и по двум предыдущим безусловно если можно есть вопрос к докладу про Китай пожалуйста в одном из пунктов рекомендации была упомянута Арктика частично если еще точнее полярный шелфовый путь дело в том что мы также параллельно занимались в отдельном проекте по Арктике тут выступили на Ясенской конференции была очень такая интересная дискуссия про так называемую вечную китайскую угрозу так вот как мы знаем российская позиция заключается в том что арктические страны имеют исключительные права в данном регионе китайская позиция именно официальная позиция хоть и прямых разногласий никогда не было конечно с Россией но явно отличается во первую очередь имеется ввиду их белая книга про их арктическую позицию а где они выступают за инклюзивные скорее более инклюзивные инклюзивное глобальное управление Арктикой капот одна из особенностей российской позиции заключается в том что в будущем при использовании северного морского пути предполагается что другие государства будут использовать российский литок или то что в этих судах должны находиться по одному российскому представителю но в то же время у Китая есть свой литокольный флот пока там только два но активно планируют развивать развивать будущем как вы думаете возможно ли учитывая все эти факторы будущем какие-то разногласия или мы уже в сторону удастся да большое спасибо за вопрос хотела уточнить здесь в первую очередь пока что идет речь о сотрудничестве в рамках ледового шелкового пути именно в рамках развития порту в прошу прощения за шум в рамках развития именно торгового пути вот поэтому да конечно возможно в будущем здесь возникнут разногласия но на данный момент на данном этапе пока об этом речь не идет все-таки все еще начинается именно с реновации портов со строительства их с усовершенствованием инфраструктуры вот поэтому на данном этапе пока мы рассматривали по крайней мере ледовый шелковый путь именно с этой точки зрения спасибо большое за ваш комментарий может быть еще у кого-то есть Александра у вас есть комментарий может мнение по этому поводу да у меня есть небольшой комментарий но Китай тут на самом деле почему Китай допускается к приковорному процессу в Арктике довольно простое объяснение есть на данный момент это Китай готов поставлять долгие так называемые деньги то есть те самые кредиты с очень сильной отсрочкой по платежам в Арктику по строительству российских портов как уже сказали и не только портов но еще и энергетической инфраструктуры энергетических проектов таких как СПГ-2 и так далее и только благодаря вот этим долгим деньгам Китай допускается к арктической повестке России именно на это есть такие очевидные основания что касается будущего распределения ее политической власти в Арктике конечно вопрос пока довольно спорный неясно будет ли Китай претендовать на долю в этих энергетических проектах скорее всего да ведь деньги уже вложены но тут только какие-то прогнозы строить пока рано спасибо огромное очень интересное мнение такой прагматичный подход деньги и возможность участия спасибо большое уважаемые коллеги на самом деле наше время уже вышло я еще раз благодарю всех участников нашего проекта всех докладчиков за вашу колоссальную работу по анализу данных по подготовке ваших документов в полисе бриф по подготовке ваших презентаций и благодарю за великолепные выступления спасибо большое уважаемые коллеги напомню что все материалы которые мы с вами подготовили будут обнародованы в публичном формате на сайте наших исследовательских проектов так что можно считать что это формат публикации спасибо большое на этом будем завершать я бы хотел попросить Александру и Эдуарда остаться для небольшой такой экспертной дискуссии уважаемые участники еще раз спасибо на этом можете отключаться большое спасибо до свидания спасибо до свидания до свидания большое спасибо до свидания до свидания